Добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Трудов Сергей, я руковожу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот youtube канал. И сегодня в видео мы сделаем второй перегон на самогонном аппарате Вейн реформ плюс. Совершенно новый самогонный аппарат вышел в конце прошлого месяца. Первый перегон мы уже сделали, вы его уже могли видеть на нашем канале. На всякий случай оставляю вам по подсказке видео, в котором мы делали этот первый перегон на самогонном аппарате Вейн реформ плюс. Сегодня же мы сделаем второй перегон. Мы сегодня возьмем еще одну дополнительную царю к этому самогонному аппарату. Делать мы будем использовать базовый узел отбора, который есть в комплекте. Также кран игольчатый и доохладитель будем использовать. То есть будем отбирать полностью по жидкости на одном метре СПН спирально-призматической насадки. Ну то есть царка будет метровая и полностью забитая спирально-призматической насадкой. Посмотрим на что способен этот самогонный аппарат. Измерять конечно же будем АСП-1 максимально точным ориометром, который существует на сегодняшний день. Ну по крайней мере в магазинах самогонных аппаратов. Так что сегодня будет такой вот эксперимент полностью прозрачный для вас. Посмотрим действительно какое разделение может получить человек, работая на этом аппарате. Также расскажу вам какая мощность у нас будет предзахлебная вот в такой конфигурации. Я думаю будет интересно, друзья. Ну что, переходим на кухню и начинаем смотреть каким образом на Wayne Reform Plus мы делаем второй перегон. Так начинаем собирать наш аппарат. В куб мы уже залили спирцерец, разбавили его уже до 20 и начинаем сборку собственно самой колонны. Сначала крышка, затем наш регулируемый хомут. Так как мы будем делать насадочную часть из СПН, соответственно используем Wayne вставку, которая идет в комплекте. Она у нас устанавливается в самом-самом низу. Вот посмотрите, на царгах есть вот такой вот выступ, желоб можно сказать. Wayne вставка устанавливается в него, затем на куб. Конечно, сначала идет прокладка, затем царга с Wayne вставкой. Вставка устанавливается в куб. 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 Насадочная часть у нас будет ровно 1 метр, поэтому устанавливаем еще одну царгу. Эту царгу мы дополнительно брали, она у нас с термометром, а вот это уже родная царга из комплекта аппарата. У нее тоже такой же желоб есть под военставку. Так, метровая насадочная часть у нас готова, теперь засыпаем туда СПН. Сейчас я засыплю, у меня здесь видео не очень влазит, полностью всю царгу показывать. Так, у меня здесь, друзья, килограмм СПН, сейчас засыплю и скажу, сколько нужно на метровую царгу. Так, засыпали СПН с помощью самодельной вот такой вот воронки из бутылки. Потребовался даже не килограмм, потребовалось 900 грамм, вот здесь у нас 100 грамм еще осталось. Забили вот доверху. Забили и даже подтрамбовали ее немножко. Вот таким вот образом. Теперь наверх устанавливаем наш холодильник-конденсатор с доохладителем. В такой конструкции. Только повернем немного уголок, но я вам покажу, сейчас установлю и вернусь. Так, смотрите, собрали нашу ректификационную колонну уже. Метровая насадочная часть, полностью забитый СПН. Доохладитель, узел отбора и холодильник-дефлегматор. Так, сейчас можно уже начинать разогревать наш спирт-сырец в кубе. Пока что включаем полную мощность, 3,5 киловатта. И начинаем подключать и проверять воду. Очень красиво крышка выглядит. Сам аппарат. Тоже очень даже. Так, подключили охлаждение. Здесь у нас вход. Холодной воды в доохладитель. Здесь у нас выход холодной воды из доохладителя. Дальше это все переходит в охладитель-дефлегматор. И из него уже обратно в канализацию. Вот таким образом подключается вода. Обычное последовательное подключение. Теперь ждем, пока наш спирт-сырец подогреется, начнет испаряться. И начнем работу на себя. Следите, чтобы кран пока был закрыт. И мощность нужно будет сбавить примерно до 1 киловатта 200 ватт. Сейчас у нас 3,5 стоит, потому что мы пока только подогреваем. Но этот момент прозевать нельзя. Лучше убавить заранее, когда в кубе уже будет примерно 60. 60 в кубе, по крайней мере, по моему термометру. Это значит, что уже нужно убавлять температуру. Так, смотрите, друзья. Царга уже разогрелась. Вторая царга тоже разогрелась. Сейчас нагревается вот у тела отбора. А, ну нет, он уже горячий. Уже рука не терпит даже. Колено тоже горячее. Нагрев мы снизили до 1200. Можно даже до 1000 снизить. Я думаю, ничего страшного не будет из 1200. Подставили уже приемную емкость под головы. И сейчас аппарат работает на себя. Перестраивая фракции внутри. Сначала головы шли, потом тело, потом хвосты. Мы оставляем в таком состоянии аппарат на 20 минут. И ждем, пока он поработает на себя. Друзья, колонна отработала на себя. Этот термометр показывает 76,6. 73,6 возле отбора. Давайте посмотрим в кубе. В кубе 79,3. И самое время начать отбирать головы. Прошло у нас 20 минут работы на себя. Начинаем открывать игольчатый кран. Немножко открываем. И смотрим за скоростью отбора. Нас интересует капля в секунду. Капельки уже пошли. С краном по жидкости инертности намного меньше. Отбор начинается быстрее. После того, как его открыть. Вот такая скорость нам пойдет. Одна-две капли в секунду. Достаточно неплохо. Головы отбирать будем с запасом. Отберу около 400 миллилитров. Отбирать будем около двух часов с такой скоростью. Но это того стоит, потому что хороший продукт должен быть полностью без головных фракций. Отобрали головы. Чуть больше 400 миллилитров. И начали отбор тела. Точнее, пока только переместили шланг в другую приемную емкость. Теперь настроим отбор тела с помощью крана. Нам нужна скорость. Быстрая капля, переходящая в тонкую струйку примерно. Чуть-чуть повернули кран и смотрим на реакцию. Капля стала быстрее, но ненамного. Нагрев мы пока не трогаем. Точнее, трогать его, наверное, даже не будем. Я тут поигрался с предзахлебной мощностью с такой конфигурацией. И выяснил, что 1200-1300 как раз и есть предзахлебная мощность. На 1400 колонна уже начинает носить из стороны в сторону. Она начинает немного даже поливаться сверху. Поэтому 1200-1300. Играемся только краном. Так, это у нас слишком быстрая струя, поэтому убавляем. Вот такой отбор мне нравится. Очень даже неплохо. Быстрая капля, переходящая в тонкую струйку. Отлично. Сейчас замеряем спиртозность с такой скоростью. И покажу вам. Друзья, замеряем ориометром АСП-1. Показывает он у нас 96,2. Нормальный результат. Думаю, если царга будет полтора метра, ну или хотя бы еще 20 сантиметров царги, уже будет спокойно 96,6 на аппарате Вейн Реформ Плюс. Думаю, с такой же скоростью, в таком же режиме добираем все, выжимаем до конца. Когда закончится, я к вам вернусь. Так, друзья, отбор мы закончили. У нас получилось около 3 литров 96% дистиллята. Здесь у нас показывает 96,7, но этот дистиллят уже где-то 23, так что там по поправкам будет 96, ровно так же, как мы и начинали. Так, конец перегона у нас будет тогда, когда мы на нижней царге увидим, что температура поднялась. Ну, либо, если у вас нет второй царги, то в узле отбора температура поднимется на несколько десятых градусов. Это уже будет означать, что хвосты подходят. И нужно немного будет, чтобы колонна поработала на себя, фракции снова стабилизировались, и вы еще можете отжать миллилитров 200. Я так и сделал. Как раз вот 200 миллилитров и отжал. На этом, друзья, все. Отлично аппарат работает. Никаких нареканий к нему нет. Хорошая ректификационная колонна. Или, по крайней мере, если брать как аппарат, то основа для ректификационной колонны, которую вы можете доработать по своему желанию, как хотите. Так что, друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok